Всем привет! Меня зовут Борискова Лена, и я стала лучшим рекрутером года. За год у меня было 119 регистраций. Если посчитать средним, то это всего 7 регистраций в каталог. Ну, не считая то, что я где-то халтурила, а где-то наоборот трудилась очень-очень много. Как вы все знаете, может быть, я работаю только в Инстаграм, ну и плюс где-то там тёплые какие-то контактики, через аукционы. Ну, посмотрите мои прошлые видео и поймёте, о чём я говорю. Вот, поэтому хотела бы вам сейчас рассказать о том, что же нужно делать, чтобы стать лучшим рекрутером года. Первое, самый-самый важный пункт — это позитивный настрой. Если у вас нет настроения, вы не хотите ничего делать, лучше не делайте, лучше просто сидите и развлекайтесь каким-нибудь другим делом. Потому что если у вас нет настроения, вы не хотите этим заниматься, у вас ничего не получится. Мысли материальны. Если вы хотите изменить свой настрой, да, здесь и сейчас, если у вас сейчас плохое настроение, но вы хотите рекрутировать, хотите регистрации, посмотрите мотивашек, посмотрите то, как можно жить, да, помечтайте, откройте свой список мечт, чтобы ваша мотивашка стала на уровень 100% и ваше настроение повысилось. Тогда вперёд рекрутировать. Когда вы будете думать о своих мечтах, о том, что у вас всё круто, о том, что у вас хорошее настроение, тогда регистрации попрут. Это самый первый и главный пункт. Второй, самый главный пункт — это план. Если у вас стоит план, да, и ежедневность. Если у вас стоит план, то всё будет хорошо. То есть, если вы себе запланировали сегодня одну регистрацию, две регистрации, вы должны сделать эти регистрации, несмотря на то, что хотите вы спать, болеют там у вас дети, у вас учёба и так далее. Несмотря на все эти, так сказать, недоразумения, вы должны это сделать, потому что это прежде всего ваш бизнес, это прежде всего ваша зарплата, ваши мечты, это прежде всего ваша жизнь. То есть, вы должны прежде всего для себя это понять и затем уже садиться рекрутировать. Ну и расскажу о себе, о том, что ежедневно я рекрутирую по 2-3 часа в день. Несмотря на то, что, да, год я училась, я работала просто везде, где у меня был телефон. Начиная от того, что я просыпаюсь, проверяя отклики, да, ну, такое, я просыпалась за полчаса, чтобы быстренько-быстренько успеть сделать все-все-все свои дела, ответить на отклики. Ну, даже, может быть, за час, может, поэтому тоже такой лайфхак. Просыпаемся раньше, успеваем больше. Дальше. Я кушала, завтракала, там, пила коктейль. Телефон в одной руке, коктейль в другой руке. То есть, для меня, ну, так как я молодёжь и у нас телефоны, в принципе, да, всегда в руках, мы работаем везде, общаемся везде. Ну, просто я для себя решила, что я буду лучше меньше трепаться, а лучше буду больше зарабатывать. Поэтому я работаю, только работаю с телефона. Вот. Поэтому я ехала на учёбу, у меня всегда был телефон. Это лучше, чем вы будете тупо залипать в какие-то свои игрули на телефоне, всякие там танчики, тетрисы и так далее. Ну, может, сейчас уже в это не играют, но не суть, важно. Поэтому здесь самое важное, просто, знаете, вот выбрать для себя, когда вам будет удобно работать. То есть, если я приходила уже вечером, так, я знала, мне нужно сделать учёбу, да, мне нужно сделать уроки, и я хочу там два часа провести там с семьёй, прогуляться, всё, у меня телефона нет в этот момент. До этого весь день я работаю, несмотря на все мои проблемы, на всё, что со мной другое происходит, я работаю. Я сижу на учёбе, на семинаре, я работаю. Это нормально, просто я для себя решила, что здесь я просто свяжу с Арифлейм всю свою жизнь. Несмотря на то, как я буду работать, да, где-то в другом месте изначально, да. Но я решила так. Поэтому запоминаю и рекрутирую ежедневно. Ну, дальше, я работаю методом спам. Я его обожаю. Просто, ну, я человек, который не любит возиться с людьми, отвечать им на возражения, ещё что там делать, думать, что же ответить на это. Мне проще расслать 200 сообщений спамом и ждать, когда же мне ответит, придёт моё первое «да». А затем просто перевожу на ВК, рассказываю голосом. Также раньше приводила на WhatsApp, Viber. Сейчас только на ВК. Рассказываю голосом о себе, о том, как я живу, о том, чем я живу. И дальше просто о сути бизнеса. Вот и всё. То есть я спамлю. Я много спамлю. У меня 8 страниц в Инстаграме, да. С 5 я работаю. Плюс я спамлю иногда в Одноклассниках. Но это раз на раз не приходится в Инстаграм. Несмотря на то, что, да, сейчас говорят, люди идут только на личный бренд. Несмотря на то, что все вот пытаются этот личный бренд делать. Ну, блин, когда ты новичок, когда у тебя вообще нет ничего показывать, то учитесь просто спамить. Просто отправлять шаблоны. Но шаблон должен быть ваш. А шаблон должны придумать лично вы сами. Лично для себя. На тот шаблон, который бы пришли вы. Ну, я пришла не через интернет, поэтому я не знаю, на какой бы я чётко шаблон пришла. Но сейчас я отправляю шаблон такой, который мне нравится. И, ребят, пожалуйста, не забывайте менять шаблоны там раз в два, в три дня. Если вы шлёте, да, со всех пяти страниц, два-три дня это самый оптимальный вариант. Потому что бывает такая ошибочка, что вы как бы отправили сообщение, а его как бы нет. Значит, ваш шаблон уже заблочили, и он не будет работать. Поэтому вот так. Но в последнее время, благодаря развитию своего личного бренда, я стала общаться с людьми, да, именно с людьми, которые мне нравятся. То есть спамить можно вообще всем. Маленьким, большим. Одной национальности, другой. Без разницы. А когда вы начинаете с личного общения, ну да, здесь круче, конечно, выходит. Всё гораздо ближе, теплее. В любом случае, вы с этим человеком, даже если он вам сейчас скажет, нет, вы продолжите общение, потом вернётесь к нему снова. Вот со спамом так немножко не получится. Если вы сразу человеку не понравились, то до свидания. Поэтому вот такие вот дела. Ну, в общем-то, хотела бы вам ещё пожелать, чтобы 2018 год для вас был самым рекрутерным. Чтобы вы сделали самое большое количество регистраций. И в первую очередь для себя. То есть, чтобы вы сравнивали себя только с собой. Не с моими регистрациями, да, не с чужими какими-то регистрациями, а только с собой. Вы должны превзойти себя в этом году. И я уверена, что у вас получится.